Дождь в черешневом лесу В Москве открываются окна в Россию Столица стала финальной точкой проекта Который почти год путешествовал С запада на восток страны Кому не хватило прошлогодней оттепели В Третьяковской галерее Добро пожаловать на ее продолжение Окна в Россию Совместный выставочный проект Третьяковки и Института русского реалистического искусства Рамки экспозиции здесь гораздо шире Не только искусство 60-х Но весь 20-й век Сквозь призму Точнее сквозь стекло Именно мотив окна Стал главной темой выставки Это может быть окно квартиры в новостройке Как на этой картине Таира Салахова А может окно мастерской Самого художника Эту картину Петр Кончаловский написал В 1935-м За два года до столетия Со дня смерти Пушкина Картина так и называется Окно поэта Мы думали какую выставку Какую тему представить Чтобы она охватывала Действительно и культуру 20-го века И историю 20-го века Представляла разных художников И мы в общем начали размышлять над тем Что бы это могло быть И поняли, что окно как нельзя лучше Та тема, которая позволяет окунуться И в какой-то особый мир быта 20-го века И посмотреть за окно Это какие-то фантазийные моменты Петр Кончаловский, Александр Дейнека Игорь Горобарь, Петр Вильямс И многие другие От деревенской избы с резными наличниками До иллюминатора в каюте Волжского теплохода Выставка дает возможность увидеть Не только панораму страны Но и то, как менялся быт ее жителей От общественно-коммунального В 30-е и 40-е До вожделенного частного Пускай в Хрущевке Но со своим персональным телефоном Такой на первый взгляд Очень скромный мотив А только телефон на фоне окна А за окном какая-то серая московская погода Такой вот дождь, который размазывается по стеклу И отложенная в ожидании В ожидании кого-то, кто должен подойти Телефонную трубку Вы совершенно правы За этим встает целый мир Вот этих реальных послевоенных Когда в квартирах стали появляться телефоны И телефон это какая-то связь с внешним миром В прошлом году выставка с успехом Проехала по городам России От Калининграда до Владивостока Обычно же бывает наоборот Сначала премьера в столице, потом в регионах Но в данном случае название обязывает Это ведь окна в Россию А не в одну только Москву Антон Николаев, Денис Косинков Новости культуры В столице продолжается фестиваль Черешневый лес В этом году 18-й по счету Одним из самых ожидаемых событий Стал показ балета «Дождь» Он прошел на сцене музыкального театра Имени Станиславского Хореографическую постановку на музыку Стива Райха Представила бельгийская компания Под руководством Анны Терезы де Кейресмакер Она виртуозно работает с пространством и движением В этом спектакле у танцовщиков особая пластика Текучая, завораживающая Труппа выступает с музыкальным ансамблем «Иктус» Вместе они выпустили уже 14 постановок Костюмы для дождя создал знаменитый бельгийский дизайнер Дрис Ван Ноттен «Дождь» — это шедевр Невероятная работа Анны Терезы де Кейресмакер Я помню период, когда спектакль Ставился на французских танцовщиках В опере «Гарнье» Это было откровение Работа очень музыкальная, человечная, стильная Она отражает стиль хореографа В котором много легкости и точности В памяти Фиделя Кастро Русса Такое название получила выставка в Московском парламентском центре Она посвящена первому визиту легендарного кубинского лидера в СССР Который состоялся 55 лет назад, в 1963 году Фидель Кастро пробыл в Советском Союзе больше месяца И проехал от Сибири до Самарканда Ее звание Мартинос Перес готовил работы к этой выставке 4 года Почему он вдруг обратился к событиям 55-летней давности Художник рассказывает о дружбе между Советским Союзом и Кубой Слышал в 7-летнем возрасте от родителей И эта история его поразила Перед тем, как писать эти картины Я тщательно изучил книгу 1976 года С черно-белыми фотографиями о визите Фиделя в СССР И знаете, меня удивило, что в каждом городе ему преподносили какой-то хлеб Потом я узнал Это называется хлеб-соль Знак приветствия, дружелюбия и безопасности Фидель Кастро был в Советском Союзе беспрецедентно долго 40 дней весной 1963 года Объехал всю страну Цель советской страны Изменить отношение к стране после Карибского кризиса Тогда без ведома Кастро с острова были выведены советские ракеты Почетного гостя привезли по всем стратегическим предприятиям Чтобы показать, Советский Союз сможет защитить Кубу и на расстоянии Он посетил базу межконтинентальных сухопутных ракет Где-то у нас на севере, в районе Плесецка, наверное Потому что нам всем было запрещено делать фотографии Отобрали даже часы, чтобы мы не могли фиксировать Примерное время нахождения в пути Николай Леонов все 40 дней провёл рядом с Фиделем Был его личным переводчиком Вспоминает, как кубинский лидер выступал с речью на Уралмаше Кузнице советской оборонки Он настолько был потрясён объёмами всего советского Территория, население, производство Вот в Свердловске он говорит Ну давайте посоревнуемся с вами в чём-нибудь, в чём мы одинаково Давайте, говорит, посоревнуемся, кто больше съест пельменей Одно из беспрецедентных событий Фиделю Кастро Роусу было позволено выступить с Мавзолея Речь длилась более двух часов Кажется, весь советский народ пришёл в эти минуты к кремлёвской стене Чтобы выразить любовь и симпатии своему героическому брату к кубинскому народу Когда впервые мне сказали переводить речь Фиделя с Мавзолея И включили все телевизионные и радиостанции Советского Союза То у меня коленки бились так, что я боялся попортить парапет Мавзолея Юсвани Мартинос Перес и сегодня страстный почитатель Фиделя Кастро Эта картина создана в технике мозаики из семян редкого кубинского дерева На неё ушло 4 месяца ежедневной работы Но ради Фиделя я готов трудиться и дальше Ведь мы, новое поколение кубинцев, называем себя фиделисты И будем продолжать его дело Юлия Струкова, Максим Фоменко, Новости культуры Продолжается Всероссийский фестиваль Союза композиторов России Форум открылся в апреле в Калининграде Авторские концерты уже прошли в Воронеже, Ростове-на-Дону, Саратове Теперь настала очередь Москвы Фестиваль, который направлен на то, чтобы выявить и поддержать молодых композиторов И, наверное, это самая главная сегодняшняя задача, которая стоит перед Союзом композиторов России Это создать преемственность поколений, музыкальных традиций в нашей стране И создать все условия для того, чтобы молодые композиторы могли не только быть замечены Но и исполнены на лучших площадках страны Московскую программу «Смотра» открыла выставка «История Союза композиторов в фотографиях» В экспозиции работы Виктора Ахломова, корреспондента газеты «Известия» Четырёхкратного обладателя премии World Press Photo Знаменитых композиторов и исполнителей Шостаковича, Шнитке, Рихтера, Ростроповича, Вишневскую Он снимал на концертах и репетициях В минуты вдохновения, торжества, сомнений и усталости Работа Ахломова для этой экспозиции представила Ольга Варшавская, близкий друг фотографа Его называли человеком хорошего настроения, фотографом хорошего настроения Поэтому все снимки, несмотря на то, что есть и печальные, есть и грустные Они все очень жизнеутверждающие И даже знаменитая фотография Шостаковича, за которую он получил приз у World Press Photo Она очень грустная, она очень печальная Но она как бы безысходная, но в то же время она очень оптимистичная Потому что очень многие музыканты, особенно скрипачи почему-то, они держат в своих футлярах эту фотографию И она как-то их вдохновляет Театр имени Ермоловой представляет текст Экспериментальный спектакль в постановке Максима Диденко по роману Дмитрия Глуховского Премьера уже завтра Это рассказ о нескольких днях жизни бывшего студента-филолога, который вернулся в Москву после тюрьмы Жанр постановки с захватывающим детективным сюжетом режиссер определил как кибернуар Эксперимент на стыке кино 50-х и романов о тотальном проникновении технологий в человеческую жизнь Художественный руководитель театра Олег Меньшиков признается, что поначалу вообще не понимал, как можно воплотить этот материал на театральной сцене Рискать нужно Для чего вообще театр существует, если он без риска? Это скукотение, а не театр В этом случае риск был, знаете, это один из самых дорогостоящих проектов Вот так, на секундочку, сколько там напичкано этих технологий современных Которые вроде бы, вот я, например, считаю, что они в большинстве случаев совершенно необязательны в театре Вот эту историю без этих технологий рассказать нельзя Потому что он, я имею в виду Максим Диденко, мыслит кинематографом в этой истории Он, этот кинематограф, каким-то образом переносит на сцену И мне каким-то непонятным образом это жутко интересно Владимирская область принимает Всероссийский библиотечный конгресс Главными площадками книжного саммита станут города Владимир и Суздаль Организаторы заявили о рекордном числе участников 1300 человек из всех регионов России и зарубежных стран Основная тема мероприятия, опираясь на прошлое, строим будущее Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России Конгресс включает в себя обширную программу Запланировано проведение тематических секций, круглых столов, дискуссионных групп и презентаций Участников ждет насыщенная культурная программа, где проходят встречи с писателями, спектакли, экскурсии в музей и по историческим местам Владимирской области Сегодня библиотеки находятся в эпоху перемен Мы все об этом говорим И есть некие общественные настроения Вы еще работаете, а вы еще кто-нибудь ходит в библиотеки И одновременно есть наша библиотечная деятельность, которая очень динамична В музее мирового океана в Калининграде готовится к открытию выставка челюсти океана акуловой рыбы между прошлым и будущим В экспозиции представлены образцы палеонтологии, чей возраст насчитывает десятки миллионов лет Специально для проекта была изготовлена реконструкция самой древней акулы Кладоселляхи Которая первой на стадии эволюции получила узнаваемое акуле тело С современными хищницами познакомят около 15 челюстей представителей 13 семейств акул, скатов и химер От самых больших — акулы-молот, до самых мелких — индо-малайской большеглазой акулы и индийской кошачьей акулы Среди объектов, которые будут на выставке, один из самых интересных — это, конечно, челюсти акулы-молота У неё совершенно уникальная форма головы, глаза, расположенные очень широко, которые позволяют ей отслеживать добычу, охотиться на неё Зубы у акулы растут в течение всей жизни У человека, как известно, зубы выпадают два раза Один раз молочные, второй раз навсегда А у акулы этой проблемы нет Поэтому, если мы разгадаем загадку акулы в этом плане, стоматологи останутся без работы Вселенная как предчувствие, поэзия как волшебство, романс как состояние души — всё это уже сегодня Музей Анатолия Зверева представит свой первый международный арт-проект «Новый полёт на Солярис» Выставка, посвящённая режиссёру Андрею Тарковскому и его современникам-художникам, откроется 28 мая во Флоренции В колонном зале Дома Союзов пройдёт концерт «Реквием» памяти императора Николая II и членов его семьи Расстрелянных сто лет назад в Екатеринбурге Большие гастроли продолжаются В рамках федеральной программы в столице выступит Петербургский театр имени Андрея Миронова На сцене Московского театра юного зрителя покажут спектакль «Маленькие трагедии» в постановке Влада Фурмана Три века русского романса В Большом театре состоится концерт Игоря Головатенко Баритон, ведущий солист оперы Главного театра страны, лауреат международных конкурсов выступит в Петховенском зале На этом наш выпуск завершён. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова